всем привет сегодня у нас долгожданное сладкое видео мы с вами наконец-то приготовим потрясающе хрустящие рассыпчатые песочные корзиночки с белковым кремом а внутрь положим какой-нибудь вкусный джем ну здесь конечно же выбираете по своему вкусу а также разберем с вами все секреты тонкости и нюансы приготовления песочного теста поэтому проверяем подписку ставим лайк и погнали и нам понадобится для песочного теста масло сливочное 310 грамм выбирайте масло жирностью не менее 82 с половиной процентов масло является основой песочного теста также от способа введения масла в тесто зависит конечный результат изделий и структура самого теста например рубленое тесто является разновидностью именно песочного теста там масло мы вводим именно кусочками благодаря тому что масло растворяется в процессе выпечки там образуются полости и получается тесто такое более воздушное слегка слоеное если мы масло растопим и добавим в тесто то оно получится более плотным сахар 208 грамм сахар придает тесту именно рассыпчатость вот эту песочность теста но и здесь важно если мы добавим крупнокристаллический сахар то тесто у нас получится именно песочным а если добавим сахарную пудру по сути это тот же сахар просто перемолотый то печенье получится более нежным буквально тающим во рту также количество сахара влияет на рассыпчатость чем больше тесто будет содержать сахара тем более твердым и плотным получится печенье мука 520 грамм само тесто и 45 грамм на подпыл муку берем пшеничную хлебопекарную высшего сорта так как именно эта мука является средней по содержанию клейковины также средней является мука экстра здесь тоже важный нюанс если вы берете сильную муку то тогда печенье получится более плотным твердым если вы возьмете муку со слабым содержанием клейковины то тогда печенье будет более рассыпчатым некоторые видят и такого печенья можно будет даже просто не снять с противня она будет ломаться буквально в руках яйцо 73 грамма это одно целое яйцо и еще половинка или два желтка какую роль выполняет именно яйцо в тесте если вы возьмете только желтки то тесто получится более рассыпчатым если возьмете больше белков или вообще одни белки существуют и такие варианты то тесто будет более плотным и твердым но здесь конечно же выбираете сами вообще яйцо именно в песочном тесте это необязательный ингредиент но во многих видах тесто оно присутствует и исполняет как раз таки связывающую функцию разрыхлитель 3 грамма тут понятно по названию разрыхлитель рыхлит тесто соль 2 грамма соль мы обязательно добавляем во всю сладкую выпечку чтобы усилить вкус раскрыть его сбалансировать и придать ему законченность качестве фруктовой начинки берем джем или повидло 350 500 грамм любой какой вам только нравится сливовый вишневый абрикосовый яблочный персиковый и так далее в зависимости от того сколько вы хотите положить 350 грамм берете если вы будете ложить по 10 грамм если по 15 то тогда берете 500 для белкового заварного крема мы берем белки 250 грамм и в два раза больше сахара то есть 500 грамм воды 150 грамм и немножко ванилина буквально на кончике ножа для ароматизации крема но кислинку крему придаст уксусная кислота у меня 70 процентов берете 1 грамм или 3 ну в зависимости от того насколько кислинки крем вы хотите получить его можно также заменить на лимонный сок но тогда его понадобится раз в пять больше и в самом конце когда корзиночки будут практически готовы уже начинены и начинкой и кремом нам понадобится немножко сахарной пудры 10-15 грамм чтобы сверху посыпать корзиночки и образовать на белковом креме как бы корочку но она будет не сахарная а чуть более плотная для начала нам конечно же нужно завести песочное тесто для этого мы в муку всыпаем разрыхлитель и перемешиваем венчиком теперь в дежу миксера отправляем охлажденное сливочное масло если комнатной температуры то корзинки получатся более плотными взбиваем масло с сахаром затем добавляем соль и когда у нас масса побелеет уже тогда можем добавить яйца потихоньку по одному тонкой струйкой и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готово! Теперь вводим муку. Можете сделать это при помощи миксера, то есть поставить уже насадку не венчик, а лопатку. Добавить муку и миксер отлично справится с этой задачей. Можете промешивать при помощи рук прямо на столе. Но в любом случае, это еще один секрет. Не нужно мешать тесто слишком долго, потому что от этого масло тает, нагревается и тесто получается более твердым. Продолжение следует... Песочное тесто обязательно замешивается аккуратно. Как можно меньше контактировать нужно с теплом рук. Ни в коем случае нельзя песочное тесто замешивать вот так. Это портит его текстуру. Не так делать не надо. Только легкими вот такими перемешивающими движениями. Как только сформуете в один комок, отправляем тесто в пакет и в холод на 20-30 минут. Песочное тесто готово. Отправляем его в холодильник на 20 минут. Это тесто годится именно для тарталеток, для корзиночек, для некоторых видов печенья. Но в дальнейшем я вам покажу и другие виды песочного теста. Их очень много. Есть не сладкое, есть на карамели, есть на вареных желтках. И все они очень разные, но вкусные. Спустя полчаса достаем тесто, берем корзиночки и начиняем. У меня корзиночки вот такие. На каждую уходит 50-60 грамм теста. И здесь есть два важных момента. Первое. Работаем быстро, чтобы от тепла рук масло не успевало таять. Второе. Тщательно выгоняйте весь воздух. Избегайте образования воздушных карманов. В процессе выпечки углекислый газ будет вспучивать тесто. И корзинки получатся некрасивыми и неровными. Готовые корзиночки отправляем выпекаться в разогретую до 200- 230 градусов духовку на 10-15 минут. Ну, конечно же, ориентируйтесь на особенности в вашей духовке и количество корзинок. Первые 10 корзинок испекли. Я их держала в духовке ровно 15 минут. И вот такие вот румяненькие они получились. Сейчас точно так же выпекаем оставшиеся. Корзиночки отправляем обратно на противень. И при помощи ложки или кондитерского мешка распределяем по ним начинку. Продолжение следует... Продолжение следует... ну а теперь настало время приготовить заварной белковый крем мы отправляем в дежу миксера белки и что очень важно и сахар и белки должны быть комнатной температуры а вся посуда тщательно вымото и насухо вытерто еще важный момент именно в белки не должно попасть ни грамма жира от этого они очень плохо взбиваются значит вливаем белки в дежу миксера и включаем сначала на низкую скорость когда белок взбит до такой легкой пенки добавляем ваниль и продолжаем взбивать одновременно с этим в сотейник всыпаем сахар наливаем воду и ставим уваривать уваривать будем что называется до мягкого шарика то есть температура кипящего сиропа должна быть 118 градусов смотрите самом начале кипения довольно бурная и пузырьки лопаются довольно быстро когда сахар варится до нужной нам температуры то они будут лопаться гораздо медленнее прошло две минуты пузырики стали мельче и лопаются уже медленнее самое время провести тест на мягкий шарик берете обычную ложку набираете немного сиропа и если под струей холодной воды вы можете пальцем сформовать мягкий шарик то сироп готов но есть более простой способ берете вилку окунаете ее в сироп и дуете если пузырей не вот как мыльные не выдуваются значит нужно еще уварить несколько секунд сироп готов теперь в белок добавляем уксус или лимонный сок и продолжая взбивать но уже на низкой скорости аккуратно тонкой струйкой вливаем сироп весь сироп ввели включаем на высокую скорость буквально на 30 секунд крем готов берем кондитерский мешок срезаем необходимую нам длину и вставляем насадку я беру закрытая звезда можете взять открытую или даже трубочку слегка надавливая на мешок аккуратными спиралевидными движениями наносим крем теперь корзинки которые у нас почти готовы нужно отправить в разогретую до 200 220 градусов духовку на одну-две минутки чтобы сверху появилась корочка затем мы их достаем и посыпаем немножко сахарной пудрой а и корзиночки готовы давайте пробовать нежнейший крем а сверху тоненькая тоненькая более плотная корочка тесто вот я сейчас попробую отломить даже она прям песочная внутри вот где джем она мягенькая а краешки хрустящие рассыпчатые но все вместе божественный вкус детства это очень-очень вкусно особенно дома вы можете положить побольше джема тем более выбрать свой любимый что касается украшений можете сделать любые грибочки цыплятки розочки не убирается именно такие завитушки посмотрите какие красивые а главное ароматно пахнущий и очень вкусные корзинки мы с вами сегодня приготовили готовьте радуйте себя своих близких а фото отзывы присылайте мне вконтакте до новых вкусных встреч пока пока